Мы за президентом. Но на командующий есть главнокомандующий, поэтому... Если мы его приняли, значит мы должны следовать тому, что он делает и, соответственно, не нарушать законы. Раз мы живем в государстве, которое имеет свою конституцию, естественно, мы должны ее предъявляться. Это предательство своей страны. Вот все, что говорил президент, он говорил абсолютно правильно. Мы полностью поддерживаем его мнение. Считаем, что действительно это был предательский поступок. Ну я живу близко, было страшно. И это все, что я хочу сказать. Да, страшно на самом деле все это. Но слава богу, что все вот так вот закончилось. Все хорошо, все отлично. Мы надеемся, что все будет хорошо, отлично. И Ростов будет жить. Город, как в 42-м, мог быть подвергнут удару тяжелой артиллерии. Чему, как можно к этому и начать. Это было страшно и больше ничего. Ну хорошо, что все закончилось хорошо. Да, без кровопролития самое главное. Мне кажется, поэтому люди аплодировали. Просто, знаете, такой стопбольский синдром. Безусловно, это предательство, если ты надежда надел форму и заключил какое-то соглашение что-то делать, а потом нарушаешь, это предательство. Либо сначала нужно ее снять и потом выступать против чего-то. Либо если ты идешь против командира, ты предательство. Пригожин сам виноват в этом все. Я знала, что Путин все развил люди. Наверное, хотел Пригожин быть, прийти к власти, я так думаю. Он же не военный ведь. Наш президент очень умный и честный и добросовестный все выполнял. Я сам сейчас 63 года иду добровольцем. Я заявление писал вчера. Я спокойна была с ученышнего дня. Поэтому я, честно говоря, ожидала, что все разрешится хорошим. Так и произошло. Ну а откуда была такая уверенность? В ком была уверенность? Ну, скорее, в нашем президенте. Я думаю, что он не позволит тому, чтобы нас война развозила. Ну, внутри, да, страны была какая-то борьба. Тревогу испытывал, ну, чисто из-за того, что у меня возраст уже такой, что у всех друзей по двое-по двое детей и условно чистое. Но они переживали за детей и все. Он тоже, в принципе, неправильно поступил. Я считаю, Пригожин, зачем он пригнал. Народ весь даже испугался. Некоторые вообще, я не понял этого момента, когда начали. Поступок идиотский, честно сказать. Потому что здесь, опять-таки, славимся на детей. Поступок идиотский из-за детей. Я за Путина, что? Позиция у меня нормальная. Я его поддерживал и поддерживаю себя. Конечно, я считаю это не нормальным. И я считаю, что поведение людей, обычных наших граждан, ростовчан, неприемлемо в том плане, что они начали фотографироваться с этими людьми и каким-то образом аплодировать им. На самом деле, это очень сложная, серьезная ситуация. А поступки людей достаточно такие... Как бы это предательство, а получается, они хлопали предателем. Страх-то, наверное, он был у всех. Это же внутри нас. Мы не можем это никак контролировать. Но при этом у меня не было вот именно такого животного страха. Мне все-таки казалось, что все разрешится. Не было... не выглядело это как-то серьезно. Хотя и ничего не выглядело несерьезно. Я считаю, что это ненормально. Это прямая угроза жителям, населению. Неизвестно, как это могло обернуться. Поэтому это ненормально. Я даже считаю, что это, скорее всего, похоже на терроризм. Даже вот так. Это психопаты. У них... они социальные правила не соблюдают. У них есть возможность заехать в город на танки. Они заезжают. Нет, они не заезжают. Вот все. Спасибо.